последний месяц уходящего года будет богат на культурные события какие сюрпризы готовит для нас это на культурный центр мы узнаем у заведующей отделом ненецкой культуры александр и фаминой александра здравствуйте знаю много для нас готовить и нового скажите пожалуйста любовь да это культурный центр всегда как бы готовит много мероприятий да много интересных мероприятий и они конечно же направлены на сохранение традиционной народной культуры конкретно сегодня я буду говорить про отдел ненецкой культуры почему потому что месяц декабрь да всегда самый такой наверное нагруженный очень много мероприятий мероприятий всегда в принципе много и работы не только мероприятия до отдела ненецкой культуры он занимается конкретно сохранением развитием и популяризации традиционной ненецкой культуры также сбором фольклорных материалов создание методического материала. И поэтому, наверное, ответственность... То есть у нас Неницкий автономный округ, Неницкая культура коренного народа, она здесь как бы, как сказать, основная, наверное. И этнокультурный центр, именно отдел Неницкой культуры, он занимается всем этим, сохраняет культуру, но при этом и помогает всем остальным. Любой человек может вообще с деревень, когда приезжают, например, они приходят к нам. Почему к нам? Потому что коренное население, потому что мы можем подсказать не только по Неницкой культуре, а куда пойти, к кому обратиться. Заодно мы всегда спрашиваем, какого рода человек, какие-то интересные, например, фольклорные материалы, которые нам необходимы, какие-то артефакты, что-то ещё. То есть мы досконально всё это изучаем, потому что нам необходимо... Почему это необходимо в данное время? И в любое время, не только в данное время, потому что необходимо знать свою родословную, необходимо знать свои корни, необходимо знать, с какого народа ты вышел. Сложилось так с советских времён, с советских времён, что когда перевели оленеводов на осёдлый образ жизни наполовину, то есть мужчины стали выпасать олени в тундре, женщины в селе стали жить в домах, и мужчины остались одни в чуме, так получилось, когда колхозы были, то как-то вот эта традиция, они стали теряться. То есть они перестали сохраняться. Почему? Потому что уже другой образ жизни не стали вести. Женщина не оказалась в чуме. И родители, но это не все, слава богу. То есть на Канинской тундре до сих пор знаю, и община МТО, там, конечно, ещё до сих пор сохраняются. Дети знают ненецкий язык. Меня очень радует. Мы сейчас готовимся, я расскажу поподробнее к конкурсу Вадова Ледрахова. Все ребята с СГК, социально-культурного колледжа, все говорят на ненецком языке. Мальчики и девочки. Я с такой радостью, я когда слышу, да, и понимаю, что вот-вот. И они каждый год приезжают, и они все говорят. То есть родители, и мамы, и папы, да, говорят с ними. И я очень рада и говорю вам, ну, что это же здорово, да, что до сих пор язык звучит, что они знают свою родную речь. И вот как-то всё время способствуем тому, чтобы всегда хвалим, чтобы говорили, потому что вот очень приятно, когда ты, например, идёшь где-то, и ненецкая речь, она звучит. Да, я немножко ушла от темы. Сейчас начну говорить о мероприятиях, которые у нас предстоят. Сейчас у нас впереди первое начало декабря, месяц большой темноты, да, большой темноты. Мне всегда очень нравится это название. Вот, когда грань между небом и землёй теряется, то есть у нас же всё время темно получается, да, и в это время очень опасно оленеводам, они могут не найти дорогу домой. И я такая всё время, вместе с большой темноты для меня, даже такой, ну не большой темноты, но столько всего, да, и всё это надо успеть, и сделать это хорошо, и хочется, чтобы это было действительно с пользой, потому что всё, что мы делаем, это на благо, да, людям, это на благо того. И когда ты понимаешь, что ты какую-то работу выполнил, и где-то чего-то, те же студенты, они для себя понимают, да, насколько важно, что-то интересное узнают, у них просыпается интерес к своей культуре, да, они начинают у мамы, у папы спрашивать, у бабушек, у дедушек что-то записывать, да, они уже, они более как бы, ну, осознанно к этому подходят, и меня это всегда радует. У нас 1 декабря, начало декабря, сразу же очень большое мероприятие. Юбилейный год, 85 лет, со дня рождения известного нашего любимого, ну, поэта, земляка Прокопия Андреевича Евтысова. Я, вообще, Прокопия Андреевича Евтысова для меня лично, да, самый любимый поэт. Почему? Потому что все поэты у меня любимые, и Печков Алексей, да, и Литков, то есть они все для меня как бы любимые, но именно почему-то Прокопия Андреевича Евтысова, он ложится ближе к сердцу. Почему? Потому что тундру, вот я очень люблю тундру, да, с детства ходила всегда за морожкой, ягоду, то есть вот эти два месяца, когда мы приезжали с интерната и жили дома, дома это была тундра, то есть это вот каждый день ходить в тундру, собирать ягоду, собирать мороженку, собирать грибы, дома не находиться. И вот чувствуется, что человек, да, родился в тундре, жил в чуме, он знает, он же писал свои стихи на ненецком языке, их потом переводили, эти стихи. И с какой любовью он все-таки рассказывает о тундре, с какой болью он рассказывает о каких-то проблемах, да, коренного населения, то, что, ну, вот эти вот связи, да, не знаю, вот каждое его слово, когда читаю, вот его стихотворение, как помните, мы ненецкие, за их сильнее ветров полярных, и голос мой метель не сотрут. И вот верно было подмечено, да, до сих пор его стихи звучат над тундрою, до сих пор дети у нас учат, дети читают. И вот эта вот любовь, которая отражена в его стихах тундры, это понять может только, наверное, человек, это не обязательно даже оленевод, не обязательно житель тундры, не обязательно коренной, да, но вот тот человек, который вырос на земле, который вырос в тундре, да, он это понимает. То есть любовь к оленям, понимание, что оленев, это очень важно, понимание того, что надо беречь природу. Вот вы можете все найти в этих стихах, в стихах Прокопия Андреевича Евтысова. И у нас планируется такое большое, очень большое мероприятие. Я приглашаю всех. А где будет проходить? Вход во Дворце культуры Артика, концертный зал в 7 часов вечера в 19.00. 1 декабря. Приглашаю всех, вход у нас бесплатный, входные билеты и пригласительные бесплатные можно взять в кассах Дворца культуры Артика. Билеты есть, обязательно советую сходить всем, и родителям, и детям, потому что вечер, он как раз таки будет пронизан этой любовью, любовью к родной земле, к пониманию, да. То есть вот там будут известные в округе общественные деятели читать стихотворения, да, со сцены, там будут концертные номера, очень интересные, да, и молодежного ансамбля Хайяр, песни, танцы Хайяр, и отдельные исполнители, да. То есть там достаточно будет такая хорошая концертная программа с сюрпризами, поэтому как бы я советую всем прийти, обязательно привести, тем более мероприятие у нас, вот свободный, да, привести детей, чтобы они почитали, посмотрели. Они много интересного узнают вообще о Прокопе Андреевиче и в Тысом, потому что, кроме того, что он поэт и писатель, да, известный, он ведь еще очень такой был известный общественный деятель, он очень много полезного сделал. Например, он разработал много спортивные состязания, да, то есть по его системе сейчас обучаются спортсмены наши по национальным видам спорта. Вот я всегда рассказываю, когда ко мне ребята приходят, ну вот, например, тройной прыжок, понимаете, что такое тройной прыжок, да, когда двумя ногами отталкиваются, отталкиваются, это на соревнованиях в тундре у нас обычно, и делают тройной прыжок, три двумя ногами отталкиваются, вот так вот прыгают, да, и вот три раза надо будет. И кто по длине больше всех прыгнет, тот и побеждает, как правило. Для чего это нужно? Он придумал такую легенду, то есть, либо он даже не придумал, он ее записал, записал и красиво обработал, то есть кто-то исторейшему ему рассказывал, что когда-то давным-давно, когда было еще волков много в тундре, оленевод один спасался от них и убегал, и его упряжка опрокинулась, то есть олени разбежались, и он остался один, а впереди речка Нерута, Нерута в Малоземельской тундре. И что делать? Сзади волки, да, впереди Нерута, вроде бы и не перепрыгнуть, да, если обычным шагом ты ее не перепрыгнешь. А он разбежался, и со всего маху вот так вот двумя ногами по льдинке, по другой льдинке, и уже на другом берегу. Там же речки небольшие, в принципе, да, в тундре. Вот, и действительно, если вот смотреть, когда я сколько наблюдаю спортсмена, они прыгают очень далеко. То есть там прыжок, наверное, метров четыре, да, получает, а три с лишним там, ну, кто как сможет, но прыгают очень далеко. То есть вот таким способом можно даже сохранить себе жизнь, если уметь так прыгать. То есть все это не тря. Поэтому, конечно, очень приглашаю на это мероприятие, очень жду, очень хочется, всегда хочется, чтобы люди приходили на такие мероприятия. Почему? Потому что, ну, действительно, что-то вот такое светлое, хорошее. Сейчас такое время, что вот, как я замечаю, и все, многие замечают, и общественность, и люди, которые неравнодушны к тому, что, ну, очень много грязи и мусора, да, у нас на природе, когда мы выезжаем. Люди не убирают из собой. Почему не убирают, да? А в традициях ниньского народа это был грех. То есть нельзя было ничего оставлять, нельзя было лишний раз бросать воду, камни даже нельзя было бросать, грязь нельзя было никогда оставлять, да? То есть если чум переезжают, качуют с места на место, убирали всё. Вплоть до стриженных там волос, ногтей, то есть всё, полностью это всё сжигали, всё убирали, всегда должно было быть чисто. Понимаете? А сейчас вот выезжаешь, и всегда очень сильно расстраивает, что много-много мусора везде, да, у нас вокруг, и, ну, люди-то как бы не убирают из собой. А вот в традициях ниньского народа тоже вот понимание, понимание отношения с природой, что природа, да, где-то может когда-то разгневаться, и, ну, нельзя, в общем, нельзя, такие плохие вещи. Вот. Следующее мероприятие у нас, это этнокультурный центр тоже проводит, вот общее мероприятие у нас, Печеряночка, да, то есть тоже фольклорный конкурс, Печеряночка раз в два года у нас проходит, тоже очень интересные мероприятия. Девушки разных культур народных, да, они как бы представляют свою культуру, и как бы между собой, так, кто у нас девушка самая хорошая мастерица, умница, да, кто больше знает, наверное, свои родословные, своих корней может представить, то есть и выбирается самая Печеряночка у нас, да, самая-самая-самая-самая, которая лучше всех. Это будет 9 декабря, это уже 9 декабря, смотрите, у нас есть страница ВКонтакте, у нас есть сайт этнокультурного центра, да, все наши мероприятия, там можно отслеживать, также можно проголосовать на сайте Чумотека, у Ирины Валентиновны Коткиной, небезызвестный, да, сайт Чумотека, и там можно проголосовать один раз, человек может зайти и проголосовать за понравившуюся, и за одну только, да, претендентку, поэтому по результатам этого голосования тоже будет подарок, ну, тоже будет, да. Конкурсанты у вас известны, да? Да, все, у нас все конкурсанты уже известны, с ненецкой культуры у нас одна девочка представляет из 4-й школы, 11-й класс, Юлия Сметанина, очень интересная такая, да, которая знает свои корни, которая, я думаю, что с достоинством представить все-таки ненецкую культуру и представить все самое лучшее в нашей культуре. Поэтому тоже приходите обязательно, да, я приглашаю всех гостей, чтобы пришли к нам на этот, на конкурс Печеряночка. Еще добавлю, не сказала, что у нас, вот когда говорила про Прокопия Андреевича Фтысова, у нас была идея, когда вот Прокопий Андреевич был жив, он очень хотел, чтобы был детский журнал, чтобы когда-то выпускался такой журнал на ненецком и русском языках, который отражал бы ненецкую культуру. И вот много-много лет уже во входит такой журнал у нас, Пунушка Уайтно-культурного центра. И совсем недавно Пунушка у нас стала лауреатом всероссийского конкурса средств массовой информации, смиротворец, если вы в курсе, да. Вот. И сейчас у нас заместитель директора Ольги Ефремовна Латышева, она поехала в Москву как раз-таки на получение вот награды. Да мы ещё, конечно, не знаем, она, может быть, ещё и что-то ещё получила, да, раз пригласили. Но вот лауреатом она точно стала. И для нас это, конечно, нам, этнокультурному центру, это очень приятно. Потому что журнал действительно очень хороший. И там столько, каждый раз выходит разная информация. И легенды немецкие, и сказки, какие-то знания немецкие, традиции, да, описываются. Да, они такие. Мало того, те дети, которые у нас активно принимают участие в нашей самодеятельности, выступают в ансамбле, в том же Хайяре, либо где-то ещё, либо с деревень, которые очень активны, они всегда могут попасть на журнал. То есть им самим приятно, да, они могут, они что-то напишут, интересное расскажут. И мы в этом журнале как бы отражаем и показываем. Вот загадки немецкие. То есть это такой, про тех же поэтов, наших писателей местных, да, рассказываем. То есть это такой очень полезный журнал. Журнал распространяется у нас бесплатно по учебным заведениям тоже. Те, кто активно, кому он нужен, они приходят, как правило, и получают, приходят просто. Все, которые у нас люди приезжают с деревень, мы тоже им всегда вручаем. То есть как бы нам приятно на самом деле вообще вот такой продукт, как бы производить, да, который действительно, ну и мы стараемся всё делать так, чтобы оно действительно приносило пользу. У нас функция такая. Мы даже, у нас даже не развлекательная функция, у нас действительно вот это как бы компонент, но такая, чтобы человек там узнавал о своих корнях, о традициях, вообще вот как бы народную культуру, потому что в народной культуре ведь очень много можно взять традиционной ненецкой культуре. Вот как проживая в таком регионе, да, в арктическом регионе, где такие бывают холода, да, где надо, ну, просто действительно знать, как уметь выжить. И вот сколько раз говорю, вот просто понимать, что есть, например, Куропачи-Чум, да, опять ухожу немножко с темы, расскажу и дальше двинусь. Куропачи-Чум, если тебя застала, например, метель, мороз, то еще по дороге часто же люди уезжают куда-то, да, путешествуют по округу, там, в какие-то командировки, либо в туристы те же, да, самые. То есть можно всегда выкопать яму, да, а если у тебя есть малица, если у тебя есть пимы, даже те же бурки, если ты вот одет в ненецкую одежду, то ты всегда можешь делать Куропачи-Чум, заснуть и проснуться, ничего себе не отморозив, потому что действительно, вот я всегда думаю, вот, ну, ничто не сравнится все-таки с бурками, для меня, по крайней мере, потому что они настолько сохраняют тепло, можно, ну, просто в колготках ходить, да, и не одевать много-много носков, ничего, и надевать бурки, и идти, и ноги всегда в тепле. Просто раньше, вот, когда я ездила с папой на Буране, да, когда маленькая была, мы всегда в бурках ездили, ноги никогда не замерзали. Ну, то есть, вот, в этом плане, конечно, я понимаю, что все, что придумано, веками придумано, да, ненецким народом, людьми, жителями тундры, которые, ну, вынуждены были, да, все это как-то усовершенствовать, ну, настолько, чтобы, потому что ведь никогда ничего в чуме-то лишнего не было, потому что перевозить надо было все, и надо было все уметь использовать, ну, потому что магазинов-то не было, купить негде было, да, только если обменяться с кем-то, с соседями, вот, с коми, или еще, вот, ну, кто приезжал, и все. Таким вот образом, еще один, наверное, важный, одно важное мероприятие, которое очень важно, я считаю, Вадо Валедрахова, это «Сбережем родной язык». У нас это мероприятие каждый год проходит в рамках дней ненецкой письменности. Мы конкурс нацелен на студентов, да, у нас целевая аудитория — это студенты, для которых мы проводим такой конкурс. Это в стиле КВН, можно даже сказать, да. Ну, ребята у нас, как правило, я готовлю им материал, да, мы его распечатаем и отдаем по ненецкой культуре. Все самое важное, что они должны знать. Не маленький материал, а, наверное, такую стопку, да. Ребята должны все это прочесть, все это изучить, ну, в это вникнуть. Ребята должны знать свою родословную, они должны к этому конкурсу подготовиться, и каждый представить себя, представить свою команду на ненецком языке, рассказать немного о себе свое, с какого рода, например, да, нужно обязательно знать, с какого рода, подготавливать материал, а потом викторина по этому материалу идет. Также учат сказку на ненецком языке, на языке мы раздаем специально сказки, да, уже на ненецком языке, они ее заучивают, и они ее театрализуют, да, то есть они ее представляют как мини-спектакль. И по результатам конкурса у нас выявляется команда-победитель. Для чего это нужно? Специально, вот по опыту просто знаю, да, не читают. Ну, вы же сами понимаете, да, они учатся, да, они читают. Многие очень не знают же, что, ну, народная культура ненецкая, да, что там есть что-то интересное, а там же очень много интересного. И чем больше вот по опыту знаю, чем больше копаешь, чем больше вот начинаешь искать, тем интереснее и интереснее, тем ты больше... И все время так удивляешься, вот откуда вроде бы, ну, жили, да, там в чуме, холода, ничего нету, да, ну, зима большее время года, ну, длится там 9 месяцев, можно сказать, ну, и 9, конечно, меньше, но все равно холодно. Лето 2 недели, да, в году, 2 недели в году. И всегда думаешь, ну, что там можно такое? Ну, обычно, ну, просыпаются, по сути олени, нет. То есть там целый пласт того, да, продумано было, ну, вот как за время вот возникло, много чего, да, в культуре ненецкой. И даже если обратить внимание на одежду ненецкую, вы посмотрите, я всегда удивляюсь, да, те же паницы зимние, те же паницы сухонные, какие они орнаментированные, какие они красивые, да. Вот, и в тундре, когда приезжали, вот во все времена, это же, ну, вот приедет, вроде бы все белое, и вот такие паницы, да, белоснежные, с узорами красивыми, меховыми. То есть мастерицы женщины в тундре, да, они находили время для того, чтобы, ну, мода, определенная мода. Ведь еще же было так, еще же была, например, известная мастерица, та, которая лучше шила, можно было к ней обратиться, да. То есть они как-то все равно соревновались между собой, где-то было такое, у кого, например, красивая, да, паница, что-то еще. То есть, опять же, даже в эту сторону, если смотреть те же накосники, тот же мужской пояс, про них столько много можно рассказать, потому что та же паница, на ней отражалась, например, многооленный рот или нет, да. Чем больше оленей, тем больше узоров, например, да. Вот. И все это очень интересно. И вот благодаря там, вот этому конкурсу, ребята хотят и не хотят, но они узнают. То есть даже если они не очень, им было интересно, они уже узнают, они начинают интересоваться. И мы уже как-то спокойнее, что какой-то пласт, например, да, молодежи мы обхватили. Конкурс у нас, мероприятие у нас будет 15 декабря в Ненинском аграрно-экономическом техникуме в 3 часа 30 минут. Потому что три учебных заведения, немножко разные графики. У них по одной команде будет, да? Да, по одной команде. Тоже приглашаю всех, обязательно пусть приходят, потому что у нас будет еще небольшой приз. Вообще всем ребятам будут призы на этом мероприятии. Комитет по делам народов Севера, да, у нас старается нам помогать в рамках Дня Ненинской письменности и всегда как бы закладывает финансовые средства на то, чтобы мы могли поощрить наших участников этого мероприятия. Поэтому у нас еще планируется приз для зрителей один. То есть на знания мы будем задавать вопрос, тот, кто ответит у нас из зала, да, соответственно, получит приз. Поэтому я советую всем студентам подходить, да, на наше мероприятие. Зал НАТО, он не маленький, вмещает в себя. И думаю, что это будет, конечно, и интересно, и познавательно очень, и лишний раз поболеть за своих, не лишний раз, а поболеть за своих ребят, я думаю, это будет здорово. По опыту вот прошедших лет интересно, ребята? Да, очень интересно. Они сами, да, они у нас одевают национальные костюмы, да. Они, во-первых, это же сближение, да, они знакомятся. Я помню, когда ребята, первый год я проводила это мероприятие, ребята потом дружили, то есть все в контакте списались, все стали дружить, друг с другом общаться, да, вот как-то так. И ведь это тоже понимание, ведь есть очень много ребят коренной национальности, которые стесняются. Стесняются, да, это тоже. Да, понимаете, это... А почему это идёт? Это идёт от незнания своей культуры. Это идёт от... Вы понимаете, чем больше вы читаете, чем больше вы узнаёте, чем больше вы общаетесь, да, с носителями традиционных, тем уважение. Ты понимаешь, что вот эти люди, да, твои предки, они смогли выжить в таких, ну, действительно в суровых условиях. Это сейчас всё есть, это сейчас там электричество, да, даже в чумах. А раньше ничего не было, даже печек железных не было, да. А найти этот хворост в лесу, те, которые южнее живут, где есть леса ближе, тут же леса тундра, а малоземельская тундра, там же вообще нет леса, ничего нету, только вот этот... Ива карликовая, да, карликовая, вот эти вот кусты, которые, да, растут, они же вообще, они же прогорают тоже быстро. Ну, если молодой ивняк, он, конечно, дольше горит, да, а если сухой, там быстро очень прогорает. И вот как, да? Вот как? Ну, смогли же. Могли благодаря, конечно, оленю. Саша, обязательно вот ненцы должны участвовать? Или это русские тоже могут, ребята? Ну, мы стараемся, чтобы ненцы, понимаете? Потому что русские могут у нас, любые другой национальности, они могут посмотреть и всё узнать. Нам важно, чтобы ненецкий язык прозвучал, чтобы они знали, чтобы они... Да, потому что всё зависит от семьи. Это самое главное. Если в семье родители, пусть даже один ненец, он рассказывает о своём народе, он с любовью, с уважением рассказывает о своих предках. Все предки, вот, да, вот если про всех, вот у меня я знаю свою родословную, да, это же у меня... Бабушка, она и пела, она и шила, она вот до конца своих дней она ходила, у неё чум стоял всегда во дворе, она всегда ходила, у неё всё было, да, всё. И одежда всегда красивая была, и специально на выход была одежда, и такая рабочая повседневная. Приезжали, записывали её песни с Финляндии, с Норвегии. Эта песня теперь поёт ансамбль «Хаяр» бабушкины. И причём я, так как я участница ансамбля, да, вокальной группы ансамбля «Хаяр», я на самом деле узнала это недавно, что это именно песни моей бабушки. Одного, что у бабушки есть песни, они есть на диске у моей тёти, забрать никак не могу. Вот, но то, что вот это именно песни моей бабушки, да, «Хаяр» поёт, я не знала. Оказалось, что это песни моей бабушки. Причём песни такие интересные, очень мне нравятся. Вот, и они же, они должны рассказывать, вот когда они будут с детства рассказывать и о своём роде, что в таком-то роду у тебя, да, папа был оленеводом, там дедушка, ну, дедушка был оленеводом, и пас столько-столько-столько-то, столько-то оленей, да, и где-то там помогал. Ну, то есть история, она... У меня дедушка, например, он на фронт ходил, он до Германии дошёл у меня, не зная русского языка, записался, он соврал, что ему было... Ему 15 лет было, он ушёл, возраст свой накрутил себе и ушёл на фронт. Он дошёл до Берлина, у него было два ранения, он ещё в госпитале успел два раза полежать, но он вернулся. Дедушку потом ему письма приходили от командиров, с которыми он служил, что-то ещё, но он даже русского не знал. Вот. Но он ещё, когда он служил, когда он участвовал, да, в войне, то есть солдатом был, то он хорошо умел стрелять, он ещё по пути, когда он там, ну, там, там, как всех летающую живность, пропитаться, он ещё и кормил своих, как солдатом. Да, 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 в строю. И вот все вот эти навыки, это, конечно, они пригодились им. Я всегда с гордостью об этом рассказываю, ну, то, что дедушка вот такой и бабушка у меня такая. И вот дети, которые это знают, у них нету стеснения, что они именно ненецкой национальности, что это всё идёт от того, что они не знают, понимаете? Вот для чего я хочу. Вот почему отдел ненецкой культуры рассказывает постоянно. Вот для чего мы вообще существуем, да, для чего? Чтобы вы знали свои корни, чтобы дети, которые растут всегда с гордостью, сказали на вопрос там, ну, просто знаю, что в студенческой среде есть, и недавно мне рассказывали случаи такие не очень хорошие, да, когда именно по национальной принудленности начинается, да, какая-нибудь травля, что-то ещё, либо какие-то такие не очень хорошие слова. И я всегда, вот когда человек, он понимает, что он ненец, и он с гордостью, да, говорит, что я ненец, это вообще другое, понимаете? Это абсолютно. Поэтому каждому ребёнку я советую, да, и своё ребёнку я тоже рассказываю. У меня дочка подрастает, она у меня в ансамбле Хаяр ходит тоже, ну, детский. Вот. Тоже рассказываю, для чего? Чтобы она понимала, вот у неё есть, да, с этой стороны есть и славянские корни, да, и ненецкие корни, и также и славянская культура богатая. Вот у меня тоже, я наполовину ненка, наполовину русская, у меня с папиной, ой, папа у меня русский, с папиной стороны славяне. Тоже очень творческая семья, тоже очень интересная история, тоже очень как бы, да, то есть, ну, вот это вот всё обязательно всем родителям надо, я считаю, рассказывать. Что у вас ещё будет интересно после 15-го числа? После 15-го числа Дом Нового Года, тоже... Такая мастерская, да? Да, да, очень хорошее мероприятие, тоже приглашаем, очень хорошее, да, многоплановое, то есть многопрофильное, там всегда бывают мастер-классы в разных культур, да, представленные коми, ненецкая и славянская, и просто вот такое, как бы, мероприятие, которое душевное, которое к Новому году, да, подготавливает, например. Ну, скоро совсем уже не за горами уже, да, Новый Год, надо загадывать желания обязательно, вот. Наверное, ещё расскажу, что у нас планируется в следующем году, да, чтобы уже как-то немножко подготовить зрителя. проекты хотите реализовать? Вы знаете, у нас, вот если у нас этот год, он год Прокопия Андрея Чавтысова, то следующий год у нас Василий Литкова, и у нас будет такая акция Литков в сети, то есть мы в течение года будем выкладывать его стихотворение, биография Василия Литкова тоже очень интересная, он таким был прям общественным деятелем, его ещё там из партии исключали, то есть вот он очень болел за ненецкий народ, мне вообще, конечно, приятно, что вот такие люди, да, у нас, вообще, когда есть такие люди, которые болеют, которые могут сказать свою точку зрения, высказать, да, отстоять, вот я иногда бывает на каких-то совещаниях, например, бываю, и вот мне нравится, я помню, когда были соревнования оленей хупряжка, там Сименхат Мерит, да, и ещё у нас, и вот два раза нужно было пригонять олени, да, это тяжело, действительно, сделали одно, послушались оленеводов и сделали, ну, как бы, один раз же у нас сейчас, да, гонки на оленях получаются, вот, и когда вот люди могут объяснить, рассказать, отстоять, почему нужно сделать так, а ведь жизнь оленевода, это же определённый цикл, оленя, да, это определённый цикл, его нельзя просто для того, чтобы для развлечения, например, для чего-то ещё показать, да, пригнать там несколько раз в месяц, потому что, ну, и надо, чтобы и погодные условия были хорошие, и всё, и вот люди, которые болеют, и которым действительно ненецкая культура, вообще ненецкий народ, которым важен, да, они, которые умеют отстаивать, всегда очень приятно, я прям так горжусь, думаю, какие молодцы, да, хоть кто-то что-то сказал. Вот, и у нас Литков в сети, это я вот про Литкова вспомнила, про его автобиографию, очень интересно, я думаю, что каждому можно почитать, и у нас будет постоянно, вот в сети, да, будет выкладываться его стихотворение, вообще факты его биографии, то есть мы будем какие-то вот такие вот маленькие мероприятия делать. Может, какой-то проект, Саша, сама хотела реализовать, да? Ой, проекты сейчас у нас пока, ну, сами понимаете, да, если раньше у нас был финансовый средств, да, был очень хороший проект, я Дмаковная, сама его писала в своё время, и тропами предков, да, в переводе, и мы ездили по сёлам, вот мы ездили, были в Нисси, в Оме, мы были в Андерме, благодаря этому проекту, но мы не смогли попасть в Емпто, я очень хочу попасть в общину Емпто. Для чего? Потому что Емпто, община, она в своём роде уникальная, я считаю. Люди, которые давным-давно при советской власти, я считаю, что молодцы, что они убежали, да, в горы в Уральске, ближе к Ямалу, и они кочевали много-много лет, и только в 1994 году их обнаружили. Почему я считаю, что это очень, ну, необычно, да, потому что вот сколько я с ними встречаюсь, да, общаюсь, вот это настоящие немцы, я считаю, да, ну, все немцы, но это те, которые смогли сохранить, у которых национальное самосознание абсолютно не затронуто и не испорчено. Они вот, вот те немцы, которые гордятся тем, что они немцы, которые, ну, вот как-то вот, вот сохранили, вот очень рады. Я хочу пожить там, да, хотя бы две недели, чтобы вот и ненецкий язык подтянуть, да, и пропитаться тоже всем, и для себя, для работы, то есть не для себя, а для работы, что те знания, которые необходимо, да, еще дополнить, чтобы они у нас были, ну, вот как бы, может быть, у меня получится в ВИМПТО уехать, я думаю, потому что, потому что я уже веду переговоры, есть люди, которые могут помочь. Я сожжала, да, сожжала, что все у тебя получилось, это творческие замыслы, очень было интересно пообщаться, потому что много для себя узнала по водоненецкой культуры. Спасибо большое, ждем вас в гости. Спасибо вам, да, спасибо вам, что приглашаете, что мы имеем возможность рассказать о том, какие у нас планы, и то, что вы приезжаете на наши все-таки мероприятия, которые у нас бывают. Приглашайте, обязательно придем. Это была программа Актуальное интервью, встретимся через неделю. Актуальное интервью